Ну вот шо за блядство такое, а? Вот меня простите, но я не смогла, я не удержалась, а? Я вот просто не могу, ну что вот, скажите, вот только пальцем тыкать и вылетела, а? Твою ты мать, а? Взяли меня, суки, выгнали из эфира, а? Ну вот как, как объяснить, вот что это? Вот именно меня постоянно блокируют на 22-й минуте эфира. Вот одну секунду не так, вот одну секундочку, а? Добрый вечер. Добрый вечер, мои дорогие телезрители. Я накачу, чтобы, нет, а то меня прям бесит, если подбешивает. Продолжаем про фрукты, да, сейчас продолжим. Дерну, чтоб успокоиться. Прямо аж. Вот уже палец-то на этом был. Добрый вечер. Вот, спасибо, Надюшечка. Спасибо, что вставила, да. Про курс. Быстро два слова проговорю, потому что сейчас начнется. А что за курс, что за курс, кто в моих эфирах, я уже знаю, что. Надо информацию сразу дать, а потом спокойно лясы точить. Кстати, про лясы тоже отдельная история, потом расскажу сразу после фруктов, которые нельзя есть вечером. То, что я сейчас делаю, этого делать нельзя. Так вот, курс «Школьная пора» стартует 10 августа, будет идти три недели до 31 августа. Он подходит для всех, у кого есть детки, маленькие и постарше, кто отправляет детей в садик, в школу. У кого, может, детки уже ходят в школу и там есть проблемы. Некоторые, ребенок меняется, взрослеет, теряете связь с ребенком. Кто-то поступает в институт. В общем, курс подходит для мамочек, у которых есть вопросы, касаемые абсолютно любой темы, относительно школы, ребенка, учителя, смены обстановки, смены города. Ну, в общем, все темы, которые вас волнуют, будут подниматься на этом курсе. Стоит он 1000 рублей, с вами будет рекуратор Иришка, Андрюшка и я. Вот, пожалуйста, есть желание, пишите в WhatsApp. Вот тут он внизу написан, стоит 1000 рублей, как раз на август, чтобы вас подготовить к новому учебному году. Следующий фитнес-йога-марафон будет в сентябре. Я его начну набирать сразу, как закрою свой. Через 2 недели. 21-22-го мы закрывается марафон, и я буду делать набор на новый марафон. Поэтому смотрите внимательную информацию. К йоге в динамике отлично я отношусь. Я вообще, ну, это аштанга больше, йога. Очень хорошо отношусь к такой йоге. Ага, вот притянули себе. Котейка тоже на даче, как лапки мобили. Сейчас про фрукты, которые... Прошлый эфир, который вылетел, твою мать. Вылетел, взял он. Я закончила тем, что нельзя употреблять вечером фрукты. И реально можно вот так сидеть на ПП, вроде бы, да что-то мне яблочко. К тому же зеленое съела, бананчик, апельсинку. Я только йогурт съела. А на самом деле это самое опасное, что может быть. Почему? Потому что если мы употребляем сахар в любом виде, мед, фрукты, сухофрукты, всякие сладенькие йогурты, молочка, кстати, туда не относится, но вечером тоже ее не стоит. Сейчас расскажу, почему. В общем, любой сахар употребляемый после пяти вечера, блокирует гормон роста, который вырабатывается в час ночи. Поэтому все, что мы хотим вкусненькое, сладенькое съесть, мы едим до пяти вечера. Окей? И самое лучшее, это когда мы уже свое прекрасное тело несем отдыхать где-то в одиннадцать вечера, чтобы к часу ночи мы были полностью на расслабоне. Если вы хотите максимально получить хороший результат, хорошо выглядеть, похудеть, построенеть, в тонусе держать свое тело, то вот такие простые правила, как фрукты, сухофрукты, сахар, мы до пяти вечера употребляем, молочку в первой половине дня, потому что она держит воду, и, собственно, режим. Жалко не лечь в постель в одиннадцать ночи. Я не говорю, что сразу лечь и отключиться, после этой команды резко сон проходит, мне надо в одиннадцать лечь спать, ложись, охренеть, и сон вообще ушел, потому что у нас вот, когда что-то надо резко, ты все, ты не можешь. Понимаете, это вот, ну так. Люблю делать мужу сюрпризы, люблю, люблю. Поэтому я своих в лагерь отправила, они там хотя бы восемь встают. Мои тоже пытались, но у меня были тренировки, я сразу так тренировку провела, в одиннадцать их разбудила, говорю, так, ребят, встали. Ну я как их будила? Я блины пеку, я кашу приготовила, сразу всем встать, каша горячая, идем ездить. Мама, я говорю, не, не, знаете, что, уже одиннадцать, сейчас поедим, у меня время мало днем, потому что до следующего эфира надо успеть с вами погулять, где-то потусоваться. Вместо воды минеральную воду не забывайте, там есть соли, которые что делают? Тоже держат воду. Хотела бы четверт вода. Двенадцать у вас, спокойной ночи, кто идет спать. И сладких вам снов, чтобы вам приснился какой-нибудь эротический, порнографический фильм с главным участием вас. Невозможно делать упражнение на шпагат, совсем нет растяжки. А вы не должны сесть на шпагат за один день, если совсем нет растяжки. Медленно, но верно. Уберем к своей цели. Есть люди, у которых более-менее гибкие связки, податливые суставы, мышцы, приученные хотя бы с детства. Там легко, без проблем за месяц нужно сесть. Есть люди, у которых... Нет людей совершенно не гнущихся. Надо просто больше уделить внимание. Если кому-то месяц, то вам, значит, полгода. Но если работать, безусловно, все получится. Как перестать накручивать себя? Часто чувствую себя взвинченной, как будто в предчувствии чего-то. Но это нервное расстройство. Нервозность, повышенная нервозность. Да. Да, нет, еще раз привет. Оббившую кожу после похудения. Тренировки. Мышцы в тонус. При проблемах с щитовидной железой. Как похудеть? Да точно так же, как и всем. Правильное питание, йога, растяжка, фитнес. Если у меня растяжки, очень мало, честно скажу, очень мало на бедрах и также немного на груди, но они тоненькие, не особо-то и заметные. Ну да, так было бы симпатичнее эфир вести. Ну да ладно, так пойдет уже. Поликистоз как психосоматика. Я и вечно недовольна собой. Вы же сами ответили на свой вопрос. Смотрите, когда у вас возникают какие-либо вопросы или же, может, вы находитесь в определенном тупике, вы вот видите, написали, и у вас там сразу есть ответ. Я недовольна собой. Значит, здесь нужно на что обратить внимание? На свою самооценку, на любовь к себе и как это проработать? Понимаете? Я недовольна собой. Почему? Тоже найти причину, почему. Может, без сенщики, может, был плохой опыт общения с мужчиной, где тоже поликистоз может появиться. Там предательство, измена, может, еще что-то, страх перед сексом. Очень часто у женщин бывает для того, чтобы отказаться от секса, чтобы не спать с мужчиной, даже если это муж, его не хочу. Она миллион себе болезней притянет, лишь бы у нее была причина не заниматься любовью. И молочится бесконечно, и цистит будет, и поликистоз, и чего там только не придумает, не притянет, лишь бы у нее была веская причина, почему я не могу этим заниматься. Понимаете? Да, может. Но это опять не исключает поход к врачу и контрольной проверки. То есть здесь нужно. Культурный бухач будет в субботу с Наташей и с Масей. Эндометриоз. Вот у меня девочки, которые в залетном марафоне, я же вам... Даже у кого из книгой читали отзывы, эндометриоз проходил. Понимаете? Без лечения. Как это объяснить? Я не волшебник, я не заряжаю воду на расстоянии, не лечу людей словами. Все делаете вы. То есть вся ваша жизнь принадлежит абсолютно только вам. Я, ну, максимум, что могу сделать, это напомнить вам об этом. Все. Все остальное делайте только вы. Как научиться пофигизму? Что делать, если заебал муж? Вообще хороший вопрос. Научиться пофигизму. Такое, знаете, сразу два в одном. Если заебал муж, научись пофигизму. Надо тоже понять, да, почему? Что вас стало в нем раздражать? Что не так? По-другому стали на него смотреть. Раньше вас все устраивало, он был прекрасным. Там щетка не раздражала, которая валяется там на раковине, не стоит в стаканчике. Крышка унитаза опущенная, не опущенная, тоже не раздражала. А тут вдруг стало раздражать. Почему? В первую очередь, довольны ли вы с собой? Все ли вас устраивает в себе? Надо всегда задать этот вопрос. А потом уже смотреть, что там. Может быть, у вас есть какое-то недоверие к мужу. Или вы начинаете его сравнить с другими мужчинами, мужчинами своих подруг, которые рассказывают, ой, мой такой офигенный, он такой классный. Знаете, как бабы любят тоже? У них две стороны медали. Или вообще все всегда плохо. Он козел, он скотина, потом смотришь, думаешь, блин, офигенный мужик, что ты на него вообще жалуешься? Что ты вообще гонишь на своего мужика? Только ты ей это скажешь, она сразу, блин, ну такая корова нужна самому. Знаете, то разводиться хотела, а потом, не, ни хера, я его люблю. Бабах с пузом уже ходит. Понимаете, да? Вот. Или наоборот. Другую историю, другая сторона медали рассказывают. Какой у нее хороший, прекрасный, ой, такой он вообще... А когда узнаешь, что там, только дверь закрывается, там понеслось. Паша, нахуй, проси, палатка. Ну и все такое в этом роде, да? А она всего лишь говорит о том, каким бы она хотела его видеть. Вот. Или боится правду рассказать, чтобы все думали, как он хороший. Спасибо, да. Светочка мне делает губки. Моя Светочка. Ну, косметолог. Поэтому, вот, узнаете, никогда не сравнивайте своего с другими неизвестными, по словам подруг, или сестер, или кого-либо еще. Вот есть ваш мужчина, правильно, сестра-близняшка написала статью, я помню, о том, что мы, женщины, очень часто говорим, вот, я такая молодец, мой мужик добился высот, благодаря мне, потому что за каждым успешный мужчиной всегда есть успешная, мудрая женщина. А почему-то, когда мужик спивается и превращается в говно на диване, мы не говорим, что это я, баба, дура, перестала его мотивировать, стала выглядеть как говно, и поэтому мой мужик превратился в дерьмо, понимаете? И мы об этом забываем. Вот если он взлетел, значит, это я, значит, это я молодец, такая умница, сделала мужика, такого крутого, и теперь всякие шлюхи на него смотрят. А вот если мужик говно, превратился, да, в тряпку, то это значит, он сам по себе такой. Поэтому очень много от женщины зависит. Научитесь стимулировать мужика, будет офигенно, заново его полюбите. Спортиком заняться, денежить больше зарабатывать, но для этого женщина, при этом, Андрюш, женщина должна мотивировать, понимаете? Как ни крути. По-другому тяжело. Если вы по-другому, то это уже однополые отношения. Понимаете? Потому что если мужчины начинают мужчин мотивировать, то им женщины не нужны. Тут тоже очень аккуратно. Давайте мы лучше сами будем мотивировать. Чин-чин. За любовь к себе. Но мы начинаем мотивировать, когда мы себя любим. Никогда унижаемся, у них в ногах. Это разные истории. Мотивировать это значит следить за собой, любить себя, быть достойной, такой, чтобы он всегда хотел добиваться и всегда принести добычу и вас порадовать. Сделать все, чтобы увидеть улыбку и благосклонность к себе. Понимаете? Вот что значит мотивировать. В 41 отлично, второго малыша супер. Не знаю, что вас там боитесь. Что вы там хоть не успеете? 40 это даже не 50, это даже не половина жизни. Понимаете? 40 это, ну, 40. Сейчас женщина в 40 лет без проблем рожает. Если раньше у нас уровень жизни был другой для нас, это действительно как-то странно было, то сейчас без проблем. Первого ребенка в 40 рожают, второго, третьего, четвертого. В 40-45. Осознанный ребенок. Вы же себя как чувствуете? Хорошо, прекрасно? Ну и все, в путь. Чего вы себя ограничиваете? Где там яблочко? У меня всегда есть смысл пораньше вставать. Или пост загрузить надо, как-то в себя прийти, в душ сходить, кофе сделать, коферу подготовиться. Ложусь я поздно, я вас тоже люблю. Да, у меня болят, каждый день мышцы болят, потому что нагрузки меняются. Вот, 39 только рожу первую, вот умничка. Спасибо, что поделились такой интимной информацией, потому что многим женщинам уверенности не хватает. Пошла хорошо, да, у меня хорошо всегда коньяк идет, если честно. Муж всегда с телефоном и пароль не дают. У меня 5 телефонов, и ни одного пароля никто не знает. Это мое личное пространство, я вам в сторис снимала на эту тему, то, что есть мое личное пространство, и мне там скрывать абсолютно нечего. Но это лишний раз, хотя бы, человека держат на расстоянии. Если вы позволяете нарушать свои границы, значит, вы будете другие нарушать. Нарушая другие, вы позволяете свои нарушать. И потом удивляетесь, почему все так происходит, почему меня никто не ценит. Ну так для вас что? Если у вас такое недоверие, и вы пытаетесь узнать пароль, то задумайтесь, что с вами не так. Откуда у вас такое недоверие к мужчине? То есть сейчас все телефоны надо на паролях держать, потому что у кого карты, они все сканируются моментально. У кого сети тоже, да, если у меня телефоны исчезнут и будут без паролей, вы понимаете, вот в какую копейку мне это станет. Один только мой инстаграм вернуть. Также все карты сбербановские, ну и все такое. К отношению с женатыми. Вот вы знаете, если вам оно нравится для, хотя женщине тяжело самооценку поднимать женатым мужчиной, потому что надо понимать, что это мужчина поднимает за ваш счет самооценку. То есть имейте в виду, очень маленький процент уходит от жен к любовницам и женится на них. Я это осознанно говорю для того, чтобы вам не давать этот шанс и у вас не было желания уводить мужчину. Когда он уже прям вот на грани развода был до вас или уже не живет с женой, просто официально не развелся, это одно дело. Если вы стали зерном раздора отношений, где были крепкие отношения, а мужика просто надо бы вытянуть, потому что ему молодого тела захотелось, новых эмоций ему захотелось, еще чего-то, безостраданий каких-нибудь, потому что ну хочется, в молодости не получилось, сейчас наконец-таки денег заработал, он готов, то имейте в виду, что это будет временно, чаще всего это временно, ездят по мозгам. Я таких мужчин знаю, я всегда говорю, скажи ей правду о том, что ты никогда не уйдешь от жены и скажи этой девочке правду, потому что у нее есть ребенок, ты тешишь свое самолюбие оконченное, а она на тебя тратит свое прекрасное время, молодое, сочное. У тебя что не хватает? А ему по кайфу, то, что там и жена переживает, и она переживает, бегает, и люблю кричит. Говорит, это просто законченной формой гаист, понимаешь, прямо законченной формой. Я так и говорю, и не церемонюсь никогда, не нравится, до свидания, не будем общаться, и не парюсь. Мне общения как бы, о, хватает. Вот, и что получается? Вот это прям, ну не понаслышке, это опыт, практика. Пользоваться тупая человеком, и все. Потом на переправе поменяет, как говорится, лошади, и все, и париться не будет. А девка будет страдать, то, что пять лет ему там, жизнь своей посвятила. Куча, было предложений серьезных, а она все в любовь тут играла, ждала. Вот, знаете, это же классно, когда опасность, когда там что-то на волоске, но это, когда запретный плод еще, это прекрасно. Но это все обман, вы понимаете, это обман. Не теряйте время. Понимаете? Вовремя включите сознание, включите его. Блин, не надо задницей думать, девчонки. Уплывает мимо вас ваша любовь, судьба, пока вы на этих охламонов надеетесь, что там что-то произойдет, ничего не произойдет. Понимаете? Мужчины не такие самоотверженные, как женщины. Что делать, если растерялась всю жизненную энергию? Энергия в каждом, абсолютно в каждом человеке есть полно энергии. Наша задача не брать энергию, а уметь ее не распылять. Понимаете? На недостойных людей, вот как любовник, подруги, которые вам пирят. Вот просто приходят вам, как в помойку, выливают говно всякое. Вот пришла, блядь, и жалуется, как у нее в жизни все плохо. На нее посмотришь, что у нее прекрасно. Ты что, коза, пришла мне жаловаться? Ты сидишь, ты такая, она ушла, и ты реально опустошенная. Она подвампирила, твои энергетики подсосала немножечко, и ушла, молодец, такая, хвостом вельнула, поперла. Знаете, вот от таких людей надо избавляться, дистанцироваться от них. Я потом перезвоню, там, знаете, вот типа того. Последняя капелька прям. Ой, ой, ой. Ну, за любовь к себе. Потому что, если есть любовь к себе, то не будешь ее искать, где-то там бежать и клянчить. Ну, скажи, что ты меня любишь. Ну, скажи, что такая классная. Да нахер мне не нужны эти дебильные слова. А я так себя достаточно люблю, чтобы не выпрашивать, не бегать ни у кого. Понимаете, да? Когда что-то, как раз, самооценка и порядок, когда действительно есть любовь к себе, он прекрасно себя чувствует, он в гармонии будет находиться. И он все будет устраивать, все будет хорошо. И вторую половину легко найти, потому что не будешь зацикленная. Он не любит, не любит. Я тебе, хорошо, если любит. Ну, сказала, и здорово, не сказала, ну, значит, любит, если со мной. Да? Например, как девчонки. Вот я с мужем, я от мужа никогда не слышу слов любви. Я говорю, эй, зай, он 15 лет с тобой, двое детей. Ёпорес, это, ну, логику включить, что мужик, 15 лет с тобой делает, еще и является отсутствует детей. Ну, понятное дело, что просто не все умеют сказать. А он все, ну, скажи, скажи, скажи. Тоже надо уметь по поступкам людей судить. А то бывают такие пиздополы, буши на суд, а по поступкам понимаешь, что ты чистая водобьюзер. Ну, я же тебя люблю. Знаете, тоже многие путают, я же люблю, я же все для тебя. Ты такая конченая, что ты никого лучше меня не найдешь. Ну, я же тебя люблю. Понимаете, вот это вот прям шиза. Если муж вампирит. Ну, учимся у него вампирить. Я замужем. Появился парень, общаемся, встречаемся, на меня затягивает. это увлечение, понимаете, временное. Хватает внимания, 21-я минута пошла, сохраняю эфир. Сохраняй, ибо он вылетит. Сейчас лучше еще раз выйду к вам. Хотите, продолжим? Признается он мне в любви. Говорю, Валера, опять вот это начинаешь. Марфа Васильевна, я тебе призналась в любви, говорю, да? Не, я всегда говорю, нет. Значит, когда-нибудь еще скажу. Я говорю, вот когда-нибудь скажешь. Перезагружаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова